всем привет друзья вы на канале sky top games и это удивительное путешествие из жизни одного корнотавра the isle of rima на острове ласпира от начала его рождения до последних дней его жизни всем приятного просмотра корнотавр быстрый проворный прожорливый он еще совсем маленький но ему уже даже таком возрасте возрасте одного года нужно очень много потреблять мяса чтобы быстрее набрать хороший вес и рост ведь он остался совсем один на переправе на юге на их стаю напали дейнозухи единственный кто уцелел и выжил это наш хитрый корнотавр на большом расстоянии на острове наш корнотавр почуял запах мяса это труп большого корнотавра в своей сути корнотавры каннибалы но неподалеку он замечает маленького тенантазавра которым также с радостью готов полакомиться тенантазавр даже в таком возрасте имеет хорошие сильные удары хвостом так что нашему корнотавру будет нелегко в этом бою тенантазавр уже изрядно покусан острыми зубами нашего корнотавра в этом бою но также наш корнотавр уже имеет хороший урон корнотавр выбирает правильную тактику пытаясь укусить тенантазавра в голову потому что если он подойдет к нему сзади то тенанта может нанести смертельный удар хвостом жестокая схватка за жизнь двух малышей но корнотавр все-таки смог одолеть тенантазавра и теперь сможет насытиться его мясом небольшой птернодон падальщик также спустился на землю чтобы отведать мясо мертвого тенантазавра улов нашего корнотавра но корнотавр в свою очередь не обращает на него внимание потому что он изрядно уставший и потрепан после боя с тенантой корнотавр начинает набивать свой желудочек и набирать нужные ему пищевые нутриенты но корнотавру стоит опасаться и оглядываться по сторонам потому что в этой местности яичники не дремлют наевшись досыта корнотавр уходит поглубже в лес чтобы там еще немножко отлежаться и восстановить до конца свои раны ему нужно как можно быстрее найти безопасное место потому что именно в этом районе самое открытое место где постоянно бродит хищники на юге в лесном массиве он нашел прекрасное место рядом с большой скалой здесь он некоторое время отдохнет восстановит раны кстати отсюда проглядывается хорошо вся местность так что наш корнотавр чувствует себя в полной безопасности прошло несколько часов малыш восстановил свои раны и у него начинаются потребности воде его начинает мучить жажда и поэтому он идет к самому ближайшему источнику воды к южной реке но на южной реке бывает очень опасно потому что здесь огромное количество рыбы которые иногда любят побаловать себя дейнозухи наш корнотавр осторожно подходит к воде дейнозухи любители устроить засады в этом месте корнотавр каждую долю секунды находится на стороже утолив полностью жажду корнотавр словно пуля пускается от нее в сторону раны малыша еще не до конца зажили и поэтому чтобы ему полностью вылечиться нужно найти грязевой источник которым он может измазаться тем самым остановить себе кровотечение и замазать раны чтобы не было инфекций но перед этим он вернется обязательно покушать свою жертву молодой растущий организм требуется очень много мяса и калорий а а а а а а а а а вот и наш грязевой источник время принять грязевые ванны корнотавр корнотавр нежится в луже измазывая каждый участок своего тела кстати обмазавшись грязью корнотавр на время перестанет издавать от себя различные запахи его ранами запах очень выделяющиеся даже издалека его могут учить другие хищники теперь ему даже очень безопасно будет совершить долгий путь на центральную реку из ласпира новая преграда центральная река переплыть на безопасную сторону не так то просто в этом районе река здесь просто кишит да и назухами корнотавр выискивает безопасное место для переплытия отважится ли он на этот поступок как и говорилось ранее корнотавр очень хитрое создание он нашел более менее короткий путь узкий пролив центральной реки но корнотавр это собственно плохой пловец по воде он очень медленно передвигается в любой момент корнотавр может распрощаться со своей жизнью но из воды ему удалось выйти более менее сухим правильно нужно набраться немножко сил для следующего долгого путешествия корнотавр начинает голодать хорошим съедобным лакомством для пополнения его нутриентов и желудочка может стать маленький дейнозух хэтч, которого он видит на реке но засада может быть отовсюду дейнозухи по своей сути очень хитрые динозавры возможно этот хэтч поднялся как приманка для взрослого дейнозуха корнотавр начинает очень хорошо обдумывать свою тактику и стратегию нападения на этого малыша он начинает издавать рычащие звуки чтобы привлечь внимание дейнозуха броситься в воду на жертву означает самоубийство броситься в воду на жертву означает самоубийство корнотавр решил применить немного иную стратегию пробежаться по краю воды тем самым он может заметить есть ли в реке взрослые фулл Дейна. И возможно, такой тактикой он выманит этого хэтча Дейназуха на берег. Но кажется, сегодня он не сможет полакомиться маленьким свежим Дейназухом. Тернатавр решил отступить и не испытывать свою судьбу. Как и говорилось ранее, корнотавры это каннибалы, и они с легкостью могут поедать свой вид, набивая себе нутриенты. Пройдя дальше, вдоль центральной реки, в сторону севера, наш корнотавр нарвался на огромный труп фулл корнотавра. Он не побрезгует набить себе свой желудок. Но на Исла Спира стоит невозможная жара, и наевшись, нашему корнотавру придется далее идти к большим водопоям на Новой реке, где, возможно, он встретит свой вид и сможет объединиться вместе. На одной из равнин он замечает маленького корнотавра, который ел мстегозавра. Он нашел себе нового партнера для путешествий, да и так будет безопаснее. Ну и, конечно же, он не прочь отведать свежее лакомство. Корнотавры начинают охранять свою добычу. Компсагнаты – все еще хитрые маленькие существа, которые так и устремятся на любую падаль. Корнотаврам это очень не нравится, и они начинают охоту на этих маленьких дерзких существ. НОВЫЕ ВОИЗГУЮЩАЦИЯ Ну и конечно же перекусить ими сам Бог велел. А в это время неподалеку очень хорошо было слышно крики других существ, возможно более опасных, чем карнотавры. Карнотавры решаются пробежаться и посмотреть, что творится за холмом. Огромный Фулдейн Азух вылез на сушу, чтобы убить взрослого Тенантазавра, а неподалеку стоит стая ют, которая наблюдает за происходящим. Возможно, чтобы в дальнейшем тоже наесться мясом, но завидев издалека наших героев, юторапторы решаются наброситься на них. Да чего же дерзкие эти юторапторы, особенно их малыши. На что надеялся этот ютораптор, непонятно. Он стал съестным лакомством для наших героев. Так и непонятно, почему остальная стая ют так и не решилась напасть на них. Карнотавры устремляются в лес, чтобы вновь отведать новый лакомый кусочек. А тем не менее, наш герой за время ролика стал Джувом. Да, он стал юношей. Так что в следующих новых путешествиях его ждут более серьезные опасности. Ну а если тебе понравилось данное видео, обязательно пальчик вверх, подписочка на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Всем пока!